Здорово, на связи с Шамшурином. У меня сегодня в гостях очень уважаемый человек Евгений. Это мой бывший клиент, который достаточно... Когда мы с тобой занимались? Год, наверное? Да, больше года назад уже проходил у меня индивидуальный тренинг. И как бы я вот поймал, или он меня, ну и как-то поймали. Я так понял, что Женя хочет поделиться своим видением того, что произошло, что изменилось за это время. Да, это надо убрать. И, собственно, Женя, привет. Расскажи что-нибудь парня. Всем привет! Год назад я проходил ловкий тренинг. Максимальный такой развернутый курс. Пойду чай возьму. Давай чай возьмем, надо троих. Ну давай, хорошо. Ты что-нибудь травяное такое, да? Или что, что ты можешь брать? Какой ты хочешь чай? Ну, бери что-нибудь ароматное вкусное. Не черный токарь, ладно? Не грузинский. Вот, год назад я проходил тренинг. Там было все включено, подходы всякие и все такое. И я хотел рассказать о том, какие у меня произошли изменения после этого тренинга. Прошел уже год. Честно говоря, вот это бегание по улицам – это не моя тема. У меня, например, уже 37 лет и свой бизнес и все такое. И я хотел немного о другом рассказать. Я хотел рассказать о темной стороне луны. О том, что как бы многие не видели. Я хотел рассказать о свиданиях, о женщинах, что с ними потом происходит, о сексе самое главное. Вовка дал мне какое-то такое понимание, что с девочками можно делать все. И я это развил. До Вовкиного тренинга у меня секс был такой, ну, какой-то классический, наверное, всунул-вынул, что называется. А сейчас это, конечно, такое некое творчество. Это круто. Я начал себе позволять все, что угодно. И девочкам это нравится. Я начал импровизировать, заниматься сексом в разных местах, необычных, там, где в голову это придет. В любой момент, на первом свидании, то есть у меня часто сейчас бывает секс на первом свидании. Он начинается прямо в ресторане, прямо в кафе, где мы встречаемся. Вот вчера, например, была история, когда я занимался сексом на пляжу. Ну, достаточно темно было, а буквально в 7 метрах сидела компания, и они просто на нас лупились. Они не могли, они не понимали, что это за херня происходит, короче, почему люди, блядь, не обращают на них внимания, а просто трахаются. Ну и так далее. То есть, например, Вовка мне посоветовала одно кафе на Триомфальной площади, в котором у меня уже трижды был секс. А что эти? Ну, это подвали. Маяковка, что ли? Да, да, да. ПК. Да, ребята из ПК, вам бесплатная реклама, короче. У вас классное кафе. Да, я уже трижды в этом кафе занимался сексом. В закрытом кабинке, да? Нет, в открытом. В открытом. В открытом. В открытом. Я на той неделе, короче, у меня был прям секс, вот прям просто с последней ячейки. Это который там этим бамбуком каким-то закрыт. Да не без бамбука. Без бамбука. Там дороже. Там дороже, да? Бамбуке тысяча рублей сейчас стоят. Зачем платить больше, да, Женя? Ну, в общем, да, как бы, вот. Ну, много всяких историй, я не знаю, их, наверное, не стоит все расчесывать. Хотя вот до этого было не так, да, как бы, или что? И когда тебе пришло, не сразу пришло, я так понял, а как-то в ты... То есть вот Женя, тогда у него все было нормально, да? Но когда я говорю, Женя, может там отзыв какой-то? Он говорит, Вован, в принципе, нормальное, правильное мужское решение. Он говорит, я вот сейчас, говорит, ну, поюзаю, да, вот это все, то есть как бы, ну, использую, посмотрю, как будет работать, да, и потом. Вот Женек через год объявился сам. То есть не сразу пришло, Женя, или как? Вот как оно вообще сработало? Ну, смотри, я как бы, пока я вошел во вкус этого всего дела, да, я начал как-то одно пробовать, другое, третье. Сейчас я уже, я реально вот, как бы, интересуюсь всякими делами, всякими техниками социальными, да, и немножечко юзо. И мои партнеры, соответственно, они тоже, как бы, это все смотрят. А вот то, что мы вас пригласим, прошу вас, не очень удобно, да. Значит, то, что, как бы, сложно было себе разрешить, там, ну, как бы, я же тебе дал, как бы, механизм подработать, да, его нужно, как бы, суметь внедрить. Психологически больше тяжело, наверное, да, как-то так, я на первом свидании, там, начну трогать, да, там, начну куда-то лезть. Как у тебя с этим было, или легко внедрилось, или нелегко, то есть как? Ну, с твоими советами, конечно, легче стало все. А внедрять это было легко, или по первости все равно тяжко шло? Да все у меня, у меня, слушай, у меня все тяжело шло, у меня не было ничего, что легко шло. Я тяжелый, да, такой парень, в этом плане. Ну, у меня не просто все, во-первых, там, внешние 22 года, да, то есть я пришел, там, к тебе после 10 лет брака, да, то есть жесткого такого, я только из него убил, там, у меня много всяких геморроев было. И после брака, кстати, наверное, было что, то есть как-то заново себя приходилось, чем лучше фактически, да? У меня было жизнь новую начинать, вот она сейчас как бы началась, она в полную меру началась. Ребята, мы хотели записать, на самом деле, отзыв с какой-нибудь из моих девочек, и даже я хотел с двумя вообще прийти. Ну, блядь, они все время все куда-то бегают, прыгают, и, короче, я решил сам приехать. Это было бы, конечно, бомба, потому что... Ну, мнение женщины, да, мы закрыли лицо, на самом деле. Скажи чувакам, то есть, как бы, стоит, не стоит, то есть... Вот тут сейчас, как бы, вопрос стоит в том, что мы не говорим о подходах, мы говорим о свидании, да, то есть... Ну, я тут пропустил, что же ты рассказывал, уже на камеру пока отходил. Не знаю, может, что-то посоветуешь, то есть те, у кого не получается, там, что им делать, что делал лично ты, чтобы, допустим, раз, и... Как бы, у людей прям херак и получилось, конечно. Ну, я-то смотри, что могу им сказать. Я могу сказать, что, как бы, встреча с тобой изменила во мне, да, а они там уже могут сделать выбор, идти, делать ли им это же, что я сделал или нет. Во-первых, я, как бы, еще, что я наконец сделал, Вовка, я 10 лет не мог заняться спортом, и я, наконец, занялся... А я к этому имею какое-то отношение? Да, ну ты что, мы с тобой на первых занятиях обсуждали это, да, что надо что-то с собой работать, тогда вот это... А что ты делаешь, на фитнес пошел или я бегу, и я на турнике коваркаюсь, это клево. Офигеть! Да, клево. Два-три раза в неделю уже, там, четвертый или пятый месяц, в общем... Ну, это, как бы, не главное. Главное, что, вот, по поводу свиданок и общения с женщинами, надо учиться... Учиться общаться с ними, надо импровизировать, надо развивать в себе это умение заниматься сексом. Женщинам же это важно, да, что когда мужчина хорошо занимается сексом, то есть на этом же строится, там, чуть ли не 70-80 процентов, да? Это капец, как важно, потому что хорошо, вот, ебаная женщина, она просто... В цветах не нуждается, да, есть такая русская народная поговорка. Кобильку нужно подешевле взять. Слушай, я перехожу плавно в ту категорию, когда... Где поговорка, главное, хорошо зафиксированная женщина в предварительных классах не нравится. Буду я сам и все такое. Ребят, в общем, развивайтесь, учитесь, практикуйте, придумывайте что-то новое и занимайтесь круто сексом. Не занимайтесь, сунул-вынул, пять секунд и убежал. Это интересно, это творчество, это крутая штука. Ей надо заниматься долго, красиво, с кучей всяких практик существует, которые вы можете примерять. А по свиданкам что скажешь, Женек? Что им делать на свиданках? Ну, им, наверное, до начала надо научиться, что ты даешь, да, какие-то вот эти вот... Ты имеешь в виду при знакомстве, да, базу? Да, да. Потому что, имея их на вооружении, уже проще разрешать всякие вещи на свидание, да? Ну, грубо говоря, надо научиться сначала на свиданке что-то делать, а потом уже продолжать это все. Вообще девки вообще ничего не говорили после секса. Я вот, допустим, спрашивал, типа, а что понравился, когда ты поняла, что будет секс? Ну, уже когда лежим там, да? И они в этот момент, как правило, откровенные до себя. Вот у тебя не было такого? Ничего не спрашивали? Или они сами, может быть, говорили, чувак там у тебя такой? У меня было несколько историй, когда я... Я вспоминаю сейчас историю, значит, я одну девочку, причем старую знакомую, которая вообще меня никак как секс-объект не видела. Из-за дружбы была, да? Я вдруг решил, да, я вдруг решил, короче, трахнуть. У меня тут, бля, в том году после тренинга было, конечно, такой гон, как у оленя, бля, повезло. Я все охватал, бля, ебал. И вот, короче, у меня не получилось ее трахнуть, я потому что переключился с нее, потому что, ну, был очень большой поступ кандидатом. Но, значит, у меня был такой, вот в памяти застыл такой кадр. Я бегу с ней на плече ночью из такси, она меня бьет по спине, это там уже какая-то восьмая ступень моих подкатов-откатов, она сбегала на всех стадиях. Ты понял, что надо ловить, да? Да, я ее схватил уже, она такая достаточно, ну, большая, мне тяжело, короче. Я с ней бегу, а она кричит, блин, я чувствую, какой ты профессионал, говорит. Я бы хоть чуть-чуть расслабилась и говорит, я бы оказалась у тебя в кровати. А она такая девка, знаешь, она какой-то там управленец, причем уже средняя звена. Им вообще тяжко с этим, да. Она не может расслабиться, она все контролировать должна. А тут она раскисла, короче, ее понесло куда-то, я ее все там обволок. Ты в итоге залез на нее, да? Я ее бросил, короче, она убежала, я... Ну, у меня тогда... Это проблема, на самом деле, то есть, как бы... Сразу убежала. Ее проблема. Да, это, ну, я понял, ну, зачем мне с ней драться уже, ну, слушай, ну, я ее за вечер, то есть, с ней... А еще прикол, вот, да, у меня, кстати, такой случай, недавно был, там, 36 лет девке, да? То есть, ну, она, кстати, ну, ни ребенка, ни мужа, но это уже, блядь, перебор. Хотя выглядит классно, ноги вообще, вот, ноги, это моя страсть. Там, фиг с ними сисечками, ноги и жопа. Вот, и, короче, все, приехали ко мне домой, то есть, ну, уже, ну, как бы, ну, приехали. Ну, что, блядь, ну, не 19 лет, не 18, да? Да, тут сидим, пьем, выпиваем, что-то вино, там, болтаем. Там, словашки какие-то, все, вот, ну, как бы и мне. Как было раньше, допустим, вот, лет, там, пять назад, если у меня палец оказывается в пирожке у нее, то его оттуда уже, блядь, трактором не вытащишь, короче. Все, то есть, я там уже, ну, как бы, возбуждал так, там, чтобы она, пока она, все, уже не включается, все-таки давай. А здесь, получается, мне вот очень хочется после времени взаимности. У тебя это такого, что вот попадаются девки, которые настолько сильно гипертрофируют, выставляют, что вот мне не надо, да, там, ну, как вот это взялось, ебалось. Хочется же, чтобы девка тоже, как бы, ну, в какой-то момент уже сдалась, не поняла, что все уже, ее тут схватили, да, и начала тебя сама, там, целовать, ласкать, там. Вот у меня с этим, как бы, важный такой бзик. Че ты, у тебя по этому как? Смотри, ну, у меня, как бы, немножко другая тема, да. Я нахожу себе, грубо говоря, любовницу, и уже с ней пытаюсь войти в глубокие отношения. Поэтому у меня вот эта вот стадия, пикаперская, вот эта постоянная борьба с новыми девками, она мне неинтересна. Да, она ее уже была. То есть, я вот выискиваю что-то интересное, и стараюсь глубоко зайти с этой девушкой в какие-то отношения, там, серьезные такие, хотя бы, то есть, в стадии любовников, но мощно, чтобы это было, чтобы управлять. Ну, а у меня, короче, такая фигня была с этой девкой, и все, я там ее возбуждаю, прижимаю там к стене, вот так вот, там, тут здесь кусают целую, она уже вся. Я полез, там, пальцы в пирожок, все нормально, там, стонет. Все нравится. Да, ну, понимаешь, она все это время говорит, я сейчас пойду домой на такси. Я говорю, блядь, ну, ты кто-то торопишься, посидим, поесть. В итоге, как бы, ну, после этого, в идеале, любая нормальная женщина должна окончательно выключить мозг. Ни фига, как бы. И, получается, я убираю палец, потому что я вот, я понимаю, что она сейчас может соскочить, но я не хочу, чтобы это было вот как-то. Я хотел, чтобы она сама меня там начала, там, что-то ласкать, целовать. Ну, веща, блядь, это важно, для меня это реально больно. И она, просто так, я говорю, я, чтобы ты понимал, что я, как бы, ну, не давлю, мне классно просто, если, как бы, это будет рано или поздно, ну, как будет, так будет. И она в этот момент собирается, одевается, блядь, я поехала, там, вызывает такси, короче, съебывается. Я провожаю этот такси, да, но я провожаю ее настолько злой, но у меня тоже иногда, я человек, у меня, блядь, человечка не чужда. Я просто беру, так вот, там, пару рублей, вот так вот кидаю в узбеку, там, ну, какому-то таксисту, короче, там, блядь, говорю, забери он, нахуй отсюда, короче, ее сажают и захлопывают. Я такой был злой, женек, не потому что я не потрахался, а потому что, блядь, не могу это объяснить. То есть, мне хотелось взаимности, даже не секса, чтобы вот какая-то девушка, да, с которой мне классно, у меня обнималась, ловалась, обжилась, ебалась. И вот, ну, как-то так, короче, вот у меня тоже бывают такие приключения, блядь. Вован, надо пальцами лучше работать. Видимо, да. Нет, ну я же, видишь, я не сознательно сделал, я понимаю, что это нельзя вынимать. Короче, такая фигня. Ладно, смотрите, короче, чем мы собрались, собственно. Так, этот отзыв будет на диске «Твое идеальное свидание» и «Твое идеальное свидание 2.0». Если кому-то интересно, я думаю, когда-нибудь вы, услышав меня и Женю, поймете, о чем мы говорим. То есть, дай Бог, вот каждому из вас поскорее ощутить это. Потому что, ну, согласись, что, как бы, как бы ни было в жизни круто, да, там, бабки, не бабки, там, карьера, не карьера, да. То есть, как, ну, если уж мы говорим о сексе, да, то такая составляющая, без которой никуда. То есть, лезешь на стенку просто, когда с этим что-то не так. У меня так, на всяком случае. Это большой мир, который надо для себя открыть. Без него вообще как-то, ну, как без него жить это является? Ну, да. Как без еды, например. Если ты будешь ходить в один и тот же Макдональдс, в один и тот же Гамбург, или ты ездишь каждый день по каким-то новым заведениям, там, по средним, по крутым, ну, по-разному. Иногда по не очень крутым, да. Ты открываешь, да, за 500 рублей кабинка. Ты открываешь для себя новый мир и растешь в этом. Это вообще, ну, как бы, другое качество жизни, на самом деле. Да, то есть, ребят, как бы, занимайтесь сексом, учитесь им заниматься и обращайтесь к Вовке, и он вас научит почему-то. Он даст вам пинка хорошего. Секса. Спасибо, ребята. Всем счастливо, Женя. Спасибо, что пришел. Чао, пока. Счастливо. Пока. Наливай чай. А нету, блин, налил уже.